Все из нас знают основную теорию вымирания динозавров. Она такова. 66 миллионов лет назад огромный метеорит размером с американский штат протаранил нашу Землю. Чудовищный взрыв вызвал огромную волну цунами, которая снесла треть всего живого на Земле. Позже начались необратимые последствия, в результате которых вымерло 95% всех живых существ на планете. Вся эта теория была составлена на исследованиях и анализах целой команды ученых. Также еще есть альтернативные теории о масштабном вымирании. Это издвиги тектонических плит и уничтожение природы землетрясениями и вулканами. И даже библейский всемирный потоп. Также ученые выдвинули теорию о росте динозавров, превращая маленьких безобидных травоядных в настоящих гигантов. На протяжении всей истории Земли уровень кислорода, содержащийся в воздухе, постоянно менялся и за счет этого изменялись все живые организмы. Перемены происходили как в размерах, во внешности, так и в строении организма в целом. Подвергалась изменениям не только фауна, но и флора. Причина, вследствие которой раньше на свете все было большим, это более плотная атмосфера из-за повышенного содержания кислорода в воздухе. Если 359 миллионов лет назад кислорода в воздухе было около 35%, то сейчас этот уровень снизился уже до 20. А другая причина – комфортные условия. В теплом благоприятном климате при наличии достаточного и даже избыточного количества еды потребность в движении сокращается, и животное начинает эволюционировать в сторону крупных размеров. В итоге самые большие существа, которые жили в мезозое – это амфицелии, сейсмозавры и аргентинозавры – были результатом кислородной эволюции. Но есть еще одна теория вымирания, которую предложил нам блогер Акентев. Ссылка на его канал находится в описании под видео. Давайте узнаем, что это за теория и насколько она могла быть реальной миллионы лет назад. Сам же автор теории рассуждает, что его гипотеза кому-то может показаться чушью и бредом. Но кто-то может увидеть в ней истину. Каждые сутки мы наблюдаем обычное всем явление – смена дня и ночи. Для нас это настолько обычно, что мы иногда даже не замечаем этот процесс. На самом деле смена дня и ночи вызвана вращением нашей Земли. И скорость вращения определяет, сколько длится день и сколько длится ночь. Вращение Земли вокруг своей оси составляет 24 часа. Но не нужно забывать, что помимо этого, Земля совершает большой круг вокруг Солнца. Это и называется угловая скорость вращения Земли. Автор теории убежден, что Земля в период жизни динозавров вращалась быстрее, чем в наше время. В два раза быстрее. И получается, в сутках насчитывалось не 24 часа, а всего 12. А сподвигнул на мысль теоретика вес животных, потому что именно вес гигантских ящеров основывался на двух физических силах – на центробежной силе и на силе гравитации. Напомним, эти силы на нашей планете отвечают за то, чтобы мы не были в невесомости, как на Луне или в открытом космосе. Хотя многие из нас мечтают иметь способность летать как птицы. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписались. Ставьте палец вверх и оставляйте комментарий, если вам понравилось видео. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от нашего канала. Но вернемся к теме. Чем быстрее вращается наша Земля, тем сильнее была бы центробежная сила, которая пыталась бы оторвать нас и другие предметы от земной поверхности. А вот сила гравитации наоборот прижимает нас к Земле и не дает возможности оторваться от планеты и находиться в состоянии невесомости. Бросьте какой-нибудь предмет на Землю, и он моментально упадет на нее, а не будет парить в воздухе. А сила гравитации у нас на Земле очень сильная. Мы сейчас с вами движемся с невероятной скоростью – 463 метра в секунду. Именно с такой скоростью вертится наша Земля. Мы просто не замечаем такой сумасшедшей скорости. Но если вдруг наша Земля внезапно остановится, мы это почувствуем на себе по полной программе. Если бы Земля увеличила вращение вокруг своей оси в 17 раз, то все неприкрепленные предметы поднялись бы в воздух, и притяжение сравнялось с центробежной силой. И поэтому автор утверждает, что такая скорость и центробежная сила компенсировали вес динозавров, и древним гигантам было бы легче иметь такие большие размеры. Получается, если бы динозавры попали в наше время, то их просто бы прижало к Земле и раздавило бы собственным весом. Конечно, гипотеза автора может вызвать у вас некоторые сомнения, но, как говорится, на то она и гипотеза, с которой можно согласиться, либо опровергнуть. И вот мы подходим к самому главному. Александр Акентьев высказал предположение, что 65 миллионов лет назад метеорит все-таки ударился об Землю, но не так, как это представляют ученые. Огромный астероид не врезался на полном ходу об земную поверхность, а задел ее по касательной. Показать это можно на примере футбольного мяча. Если посмотреть в замедленном действии мяч, то он при полете еще и вертится. А если при полете он ударяется о препятствие, это может быть земля, штанга или нога футболиста, то вращение мяча меняется в зависимости от силы удара. Такое могло произойти и с нашей Землей. Земля вертелась быстро, но удар метеорита снизил ее собственное вращение в два раза. В результате удара с поверхности Земли вырвалась огромная земная масса, причем на достаточно большую высоту. Вращение Земли не остановилось, а замедлилось в два раза. Автор утверждает, что при таком ударе Землю откинуло от Солнца на более холодную орбиту, где она и находится сегодня. Тем самым незначительное отдаление от Солнца сильно повлияло на климат, который был идеален для жизни динозавров. Кроме того, при ударе гигантский кусок нашей планеты оторвался от Земли, пересек орбиту и остановился на уровне современной Луны. Автор хочет подчеркнуть, что Луны при динозаврах не существовало, и она образовалась именно из земной массы, которую выбил гигантский метеорит. Гигантские куски этой массы собрали вокруг себя более мелкие куски, и так образовалась современная Луна. От резкого замедления вращения Земли повалились практически все деревья, а остатки той массы, которая вернулась на Землю, засыпали упавшие леса, находящиеся в то время на территории Северного полюса. Засыпанные деревья перестали вырабатывать кислород и превратились в угольные залежи, которые впоследствии были обнаружены на территории Северного полюса. Поэтому большинство гигантских существ погибло из-за удара метеорита. Те, кто выжил, погибли из-за резкого торможения, потому что их вес значительно увеличился. Получается, что центробежная сила резко уменьшилась, и динозавров буквально придавило к Земле, что привело их к гибели. Поэтому выжили только мелкие животные, которые сумели контролировать свое тело в таких условиях. А что касается древних обитателей морей и океанов, то такие животные, как киты и касатки, выжили за счет пребывания на глубине, которая своей водной плотностью спасла их от гибели. Возможно, размышляет автор, где-то на огромной глубине могут существовать доисторические животные. А что думаете вы об этой теории? Обязательно напишите свои мнения в комментариях. Подписывайся на наш канал, если еще этого не сделал. Ставь палец вверх и оставляй комментарий, если понравилось видео. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски от канала Реальное Нереальное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова